Уважаемый Садгуру, у меня к вам вопрос. Я очень эмоциональный человек, и мне часто бывает трудно эмоционально отстраниться от ситуации, которая для меня неблагоприятна. Я понимаю, что она не приведет к тому, чего я хочу, но мне очень трудно отвлечь от этого свой ум и эмоции. Как мне справиться с подобной ситуацией? Я бы очень хотела узнать ваше мнение об этом. В мире очень много разговоров о том, что происходит в головах и сердцах людей. Но как вы чувствуете, так вы и думаете. И как вы думаете, так вы и чувствуете. У разных людей разные аспекты являются ведущими. В современное образование приводит к тому, что у большинства людей их мысли опережают эмоции. Но все же существует значительный процент людей, у которых эмоции опережают мысли. Санакши спрашивает о ситуациях, в которых вы не хотите быть, но вы втянулись эмоционально. И поэтому мысли продолжают двигаться туда же. Неосознанно вы устремляетесь в этом направлении. Вам нужно понять, что мысли подвижны. Сегодня мысли говорят мне, она самый замечательный человек. Завтра, если она сделает то, что мне не нравится, я сразу же подумаю, она плохая. Но если мои эмоции устремились за этим замечательным человеком, то они не настолько подвижны. Эмоции не могут измениться так быстро. Они безвольнее. Понадобится время. А между тем вы страдаете, потому что мысль говорит «это плохо», но эмоции остаются вовлеченными. Что же с этим делать? Не пытайтесь контролировать свои эмоции и мысли. Потому что природа вашего ума такова, что если вы не хотите думать об этом человеке, то это единственный человек, о котором вы будете думать всю оставшуюся жизнь. Поэтому, когда появляются компульсивные мысли и эмоции, в первую очередь, просто примите их такими, какие они есть. Не пытайтесь сопротивляться им. В тот момент, как только вы начнете сопротивляться, они начнут умножаться. В уме нет вычитания или деления. Есть только сложение и умножение. Вам нужно просто понять, что мысли и эмоции — это всего лишь переработка уже имеющихся данных, того, что вы помните. Только эта память слегка не свежая. Она просто продолжает возвращаться. Вам нужно посмотреть на все это с небольшого расстояния. Представьте, что вы ехали в аэропорт и застряли в пробке. Сколько было бы тревог и переживаний. Но потом вы все-таки добрались в аэропорт, сели в самолет и взлетели. Теперь, когда вы смотрите на пробку сверху, как она прекрасна. Просто потому, что есть небольшое расстояние. Та же самая пробка, но из-за расстояния внезапно она ничего не значит. Точно так же с вашими мыслями и эмоциями. Нужно немного практики, и появится небольшая дистанция с физиологическими и психологическими процессами. Но если вы попытаетесь справиться с отдельными мыслями или эмоциями, они приумножатся тысячекратно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok